МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом. А значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Александр Масликов. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Северокорейский лидер на русском острове Ким Чен Ин прибыл в Приморье на бронепоезде. Служат России. Спортивный чемпионат школьников прошел на базе ОМОН во Владивостоке. Мне очень нравится побывать на таких мероприятиях. Мы уже прошли пенал, и мы будем бороться за победу до последнего. Спектакль фэнтези в Театре молодежи. Знаменитую историю Льюиса Кэрролла представят на сцене в новом ключе. Я начала, когда изучать вообще историю постановок, поняла, что успешные постановки там, где режиссеры все-таки какой-то свой сюжет вплетали. Также в выпуске. 70 километров ремонта. Во Владивостоке продолжается ремонт дорог. Подрядчики приступили к замене покрытия, установке бордюрных камней. Еще расскажем. Обратная связь. Игорь Пушкарев получает слова поддержки от дальневосточников. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Преседатель Госсовета Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл утром в среду 24 апреля с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Бронепоезд лидера КНДР остановился в 10.30 на станции Хасан. На перроне его встречали глава региона Олег Кожемяка, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Маргулов, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацигора. Ким Чен Ын отметил, что рад оказаться на российской земле и что это только первый шаг. Отметим, что накануне на спецрейсе из Пхеньяна во Владивосток прибыли автомобили, на которых предположительно будет передвигаться северокорейская делегация во время саммита России и КНДР. Журналисты проследили за колонной и сняли на видео, как автомобили ехали из аэропорта к кампусу Дальневосточного университета на острове Русский. Машины двигались в сопровождении инспекторов ДПС. Предположительно, по Владивостоку Ким Чен Ын будет передвигаться на своем бронированном Майбахе. К визиту гостей на опорах освещения на русском острове вывесили флаги России и КНДР. Ранее помощник президента России и Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке. Это будет их первая встреча и первый зарубежный визит председателя Госсовета КНДР после того, как его переизбрали на этот пост. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. В ходе встречи лидеров России и КНДР запланировано также обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке дня. Напомним, до 26 апреля будет закрыта навигация для маломерных судов в районе острова Русский. Для плавания маломерных судов будут перекрыты бухты Аякс, Парис и Новик. Жители Владивостока просят с пониманием отнестись к данным изменениям. Четырех граждан стран Центральной Азии задержали в Приморском крае сотрудники ФСБ по подозрению в причастности к запрещенной в Российской Федерации террористической организации Джамаат Таухид Ваджихад и подготовке грабежей нескольких предпринимателей. По данным спецслужбы, на похищенные деньги джихадисты планировали уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщает пресс-служба ФСБ. В ходе личного досмотра и обысков оперативники изъяли у задержанных компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами и боеприпасы к нему. Реглегиозно-экстремистскую литературу. Видеоматериалы, содержащие пропаганду деятельности Международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной в десятки стран, в том числе в России. А также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами. Следователи проводят допросы задержанных, устанавливают их личности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На майские праздники пункты пропуска в Приморье изменят график работы. При этом пункт пропуска «Пограничный» будет работать без выходных и на грузовом, и на пассажирском направлении. Также без выходных будут работать пункты пропуска «Махалина» и «Хасан». Полтавка будет открыта для пассажиров, а вот грузовое направление будет закрыто 1 и 9 мая. Краскино и Тури-Рок будет закрыт для пассажиров 1, 5, 9 и 12 мая. Пункты Марково и Арсеньевские будут закрыты с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Во Владивостоке продолжается ремонт дорог. На некоторых улицах подрядчики приступают к полной замене покрытия, установке бордюрных камней и ремонту тротуаров. На других ведут ямочный ремонт. В этом году аварийно-восстановительный ремонт во Владивостоке будет проведен более чем на 20 километрах дорог. Еще 50 километров ждет капитальный ремонт. Ведут работы преимущественно ночью. Подробности в нашем следующем материале. Под покровом ночи на центральных магистралях города работает несколько дорожных бригад. Ямочный ремонт проходит на улицах Гоголя, Некрасовской, Магнитогорской, Корабельной набережной, Калинина и других. На некоторых участках дорог снимали старый асфальт, на других укладывали новый. На ежедневной основе контроль качества производства работы производят специалисты управления дорог. То есть смотрят за качеством асфальтобетонной смеси, качеством фрезирования, чтобы устранить максимальную ямочность по основным магистралям города и проездам. Площадь для укладки асфальтобетонной смеси делают специально больше площади поврежденного покрытия. Такой подход к ямочному ремонту обеспечит более длительный срок службы ладки. Идет первый этап устранения ямочности по городу по основным магистралям и проездам. После весеннего периода пройдут основные аукционы и будут определены подрядные организации для производства более масштабных работ по городу. Напомним, что аварийно-восстановительный ремонт дорог уже провели на улицах Басаргина, Кирова, Шкотовской, Русской, Котельникова, проспекте Красного Знамени, Тунгусской, Светланской, Алиузской и других. В этом году во Владивостоке восстановят 20 километров дорог. Еще 50 километров ждет капитальный ремонт. Администрация Владивостока призывает автомобилистов быть внимательными за рулем и обращать внимание на временные дорожные знаки, выставленные в местах проведения работ. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Во Владивостоке начинаются работы по асфальтированию придомовых территорий, установки там детских и спортивных комплексов. Благоустройство будет проведено в рамках губернаторской программы «Тысяча дворов». Ранее представители администрации Владивостока провели встречи с жителями 317 домов, попавших в краевой проект. На месте они осмотрели территорию и оценили примерный объем работ. Специалисты по заказу управляющих компаний ТСН и ТСЖ разработали дизайн-проекты, а также составили сметы работы и провели экспертизы сметной стоимости. В зависимости от пожеланий горожан на придомовых территориях будет проведено асфальтирование и благоустройство, либо установлены спортивные или детские площадки. И как подчеркнул глава города Олег Гуменюк, все работы должны быть проведены на высоком уровне с использованием качественных материалов и соблюдении всех норм безопасности. К другим темам. Переступить закон, но получить отсрочку наказания при наличии ребенка до 14 лет. У таких родителей есть возможность не попасть в колонию после достижения ребенком 14-летнего возраста. Для этого надо вести добропорядочный образ жизни, посещать психолога и регулярно отмечаться у сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. На занятия с психологом для родителей, которые совершили преступление, побывала моя коллега Светлана Садовая. Приятная внешность, добротная одежда, хорошие манеры. Ни по одной из этих женщин нельзя сказать, что они совершили преступление. Однако здесь у каждой за плечами либо употребление и сбыт наркотиков, либо мошенничество, либо кражи. Отсрочить наказание при наличии ребенка до 14 лет или во время беременности могут и за более тяжелую статью. На усмотрение суда. А вот идти на зону или нет, это уже зависит от самой осужденной. Если за время отсрочки она демонстрирует примерное поведение и не нарушает режим, наказание также по решению суда могут либо смягчить, либо и вовсе отменить. А в случае рецидива, наоборот, отправить в места лишения свободы уже по совокупности приговоров. Мы занимаемся профилактическими мероприятиями для того, чтобы мамочки сами не нарушали, повторных преступлений не совершали. И проводим мероприятия для того, чтобы наладить взаимоотношения в семье, чтобы родители знали и умели, как правильно взаимодействовать с ребенком. Сегодняшний тренинг называется тренинг родительской эффективности «Мы вместе». Уход за ребенком – главный критерий отсрочки. Все свое время осужденные мать или отец должны посвящать ребенку. За этим следят сотрудники уголовной исполнительной инспекции. Они посещают своих подопечных несколько раз в месяц, психологи и даже участковые. Не нарушалась, занималась чисто ребенком в основном, устроилась на работу, завязалась со своими знакомствами, с употреблением, с распространением. Чистая семья, ребенок. Ведем добропорядочный образ жизни, работаем, ребенком занимаемся, семьей. Занятия с психологами в центре «Парус надежды» – часть реабилитационного процесса для оступившихся родителей. Здесь многие не просто встали на путь исправления, но осознали свою вину и давно пожалели о совершенном преступлении. Для нас, честно говоря, не имеет разницы и значения, кто к нам пришел на тренинг, кто к нам пришел за психологической помощью. Я не могу сказать, что женщины, которые сегодня на тренинге родительской эффективности, каким-либо образом отличаются от женщин, с которыми мы работаем. Сегодня на учете в уголовно-исполнительной инспекции Владивостока состоит около 50 родителей, которые совершили преступление, но получили отсрочку и занимаются воспитанием детей. В основном это, конечно, мамы. И каждая надеется, что когда ее ребенку исполнится 14 лет, суд как минимум смягчит наказание. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. В конце апреля на территории страны проходит традиционная донорская акция для всех участников дорожного движения – «Автомотодонор». Приморский край присоединился к ней 26 апреля. Акция не случайна, ведь водители всех категорий, как никто другой, должны знать о том, что дорога является местом повышенной опасности. И очень часто жизни пострадавших в катастрофах напрямую зависит от наличия донорской крови. С начала года в авто- и мотоавариях пострадали более 1 тысячи жителей края. Акция помогает не только существенно пополнить бан крови, но и носит просветительскую функцию, напоминая обществу о важности донорства и необходимости соблюдать порядок на дорогах. В силах каждого человека сдать кровь и тем самым помочь спасти жизни другим. Вас ждут 26 апреля с 8.30 до полудня на краевой станции переливания крови на улице Октябрьская, 6. В эти дни Игорь Пушкарев получает много слов в поддержке от дальневосточников. Как мы вам рассказывали, 9 апреля Тверской суд Москвы вынес приговор по делу экс-главы Владивостока. Суд признал виновным в коррупционных преступлениях Игоря Пушкарева, а также его брата Андрея Пушкарева и бывшего директора МУП дороги Владивостока Андрея Лушникова. И вынес им суровый приговор. Защита намерена его обжаловать. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал пост, в котором ответил на вопросы дальневосточников, поступающие на его страницу в Facebook в рамках акции «Обратная связь». Подробности в следующем материале. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев ответил на вопросы дальневосточников, поступающие в рамках акции «Обратная связь». Больше всего ему поступило вопросов о приговоре, апелляции и планах на будущее. Тех, кто следит за процессом, интересует многое. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Тверского суда Москвы и, в частности, планирует ли Игорь Пушкарев возвращаться в политику. И вот что он пишет в ответ. В эти дни Игорь Пушкарев получает много слов поддержки от приморцев и забайкальцев. И он благодарит за человеческое участие и совместную надежду на справедливый приговор. Люди, в частности, пишут. Не сдавайтесь. Есть высшая справедливость. И на карателя вашего найдется управа. Приговор жесток и предвзят. Не все едины перед законом. Игорь Сергеевич, забайкальца не сдаются. Вы снова и снова подтверждаете этот факт. Горжусь, что являюсь вашим земляком. 15 лет строгого режима – абсурд. На вашем сайте прочитал комментарий адвоката, который отметил, что будет подана апелляционная жалоба. В суд какой инстанции? По словам Игоря Пушкарева, жалоба на приговор суда будет рассмотрена через 2-3 месяца. Хотя есть примеры рассмотрения жалоб до года и более. Адвокаты будут использовать все варианты для обжалования вынесения приговора, в том числе и Европейский суд по правам человека. До рассмотрения апелляционной жалобы Игорь Пушкарев и Андрей Лушников будут находиться в СИЗО «Матросская тишина». Андрей Пушкарев останется под наблюдением сотрудников ФСИН. Выехать за границу на лечение он не может, и родственники будут искать варианты его лечения в России. Собеседники Игоря Пушкарева в сети напомнили ему слова недавнего выступления президента России Владимира Путина на расширенной коллегии Генпрокуратуры о том, что должны проверяться все ситуации с заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса. Они спрашивают, есть ли надежда, что здравый смысл возобладает, и уголовное преследование будет прекращено. Игорь Пушкарев ответил следующее. «Как я уже говорил неоднократно, я не виноват и сдаваться не собираюсь. В нашем деле ничего не надо выдумывать. Все свидетели говорят, как было на самом деле. Даже тайный свидетель Шварц. Надо дать правильную юридическую оценку этим фактам, о чем я и мои защитники твердили на протяжении всего процесса. Как я уже сказал, есть вера, есть надежда, есть правда». Напомним, что на личной странице в социальной сети Facebook экс-глава Владивостока перечислил противоречия, прозвучавшие при оглашении вердикта, а также предложил землякам ознакомиться с текстом приговора на сайте игорьпушкарев.ком и сделать свои выводы. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой... Согласно изменениям в законе о соцподдержке, региональный мат-капитал теперь можно расходовать с момента рождения ребенка. Спектакль фэнтези в Театре молодежи. Знаменитую историю Льюса Кэрролла представят на сцене в новом ключе. Служат России. Спортивный чемпионат школьников прошел на базе ОМОН во Владивостоке. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра САНОС. Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Согласно изменениям в законе о соцподдержке, региональный мат-капитал теперь можно расходовать с момента рождения ребенка. Спектакль фэнтези в Театре молодежи. Знаменитую историю Льюса Кэрролла представят на сцене в новом ключе. Служат России. Спортивный чемпионат школьников прошел на базе ОМОН во Владивостоке. Парламент Приморья одобрил законопроект, уравнивающий условия получения мер социальной поддержки для педагогических и медицинских работников. Педагоги и медики, работающие в городских подведомственных учреждениях, получают меры социальной поддержки в форме ЕДВ. Медработникам учреждения и образования педагогам из медицинских организаций, а также их коллегам из учреждений соцобслуживания ранее меры соцподдержки в сфере ЖКХ не предоставлялись. Но теперь предложенный законопроект предусматривает предоставление мер соцподдержки в виде компенсации всем педагогам и медикам, работающим на селе, независимо от ведомственной принадлежности бюджетных учреждений. В департаменте напоминают, по всем мерам социальной поддержки необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Телефоны и адреса имеются на сайте Краевого департамента труда и социального развития в разделе соцзащита. Теперь региональный материнский капитал на второго ребенка, а это в текущем году почти 136 тысяч рублей, родители могут расходовать практически на все предусмотренные законом направления с момента рождения ребенка. Изменения в закон приняты депутатами Приморья. Напомним, по ранее действующему закону средства краевой выплаты разрешалось расходовать только после исполнения ребенку одного года. По своему усмотрению, родители могут потратить деньги на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида. Всесторонняя поддержка семей с детьми предусмотрена национальным проектом «Демография». Уже сегодня многие приморские семьи могут воспользоваться новыми мерами поддержки. Дополнительная помощь государства может стать важным аргументом для молодых родителей при принятии важного решения о пополнении. По всем мерам социальной поддержки необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. 28 апреля жители и гости Владивостока отметят праздник Светлой Пасхи. В этот день на Центральной площади столицы Дальнего Востока выступят лучшие фольклорные коллективы Владивостока и Приморского края. Будут работать локальные прощадки, пройдет флешмоб «Славянский хоровод». А вот откроет праздничную программу «Общегородской крестный ход». Шествие начнется в 12 часов от Покровского кафедрального собора и завершится на Центральной площади, где будет совершен праздничный малибин. Организаторы мероприятия – администрация Владивостока, комиссия по культуре при Приморской митрополии, фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день Приморья». Отметить праздник Светлой Пасхи приглашают всех жителей и гостей Владивостока. С 1 мая на маршрут номер 6 «Луговое морское кладбище» во Владивостоке выйдут дополнительно 10 автобусов. В этом году, согласно православной традиции, «Радоница» день поминовения усопших приходится на 7 мая. Для посещения мест захоронений на морском кладбище горожане могут воспользоваться автобусшим маршрутом номер 6 «Луговое морское кладбище». На этой линии будут работать 10 автобусов большей вместимостью. Посадка пассажиров на автобус на площади Луговой осуществляется на остановочных пунктах маршрутов номер 39 и 31К. К другим темам. Театр молодежи готовится к премьере. В мае зрители увидят новую интерпретацию знаменитой истории Льюса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В этот раз удивлять будут и видео с сопровождением спектакля «Фэнтези». Подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. А где моя шляпа? Легендарную сказку Льюиса Кэрролла театр молодежи представит по-новому. Спектакль «Фэнтези» «Алиса в стране чудес» не потеряет основных и важных сцен. Но немного изменится сюжет. На два часа зрители попадут в мир чудес. Те же самые герои. Алиса, мышь, Соня, безумный шляпник, белый кролик. Правда, в розовом обличье. Режиссер Лидия Василенко приоткрыла тайну. В стране чудес нарушилась гармония. Алиса приходит, чтобы ее восстановить. Сюжета как такового в Алисе нет. Его можно назвать фабулой. Она идет, путешествует и встречается от одного персонажа к другому. И я начала изучать историю постановок. Поняла, что успешные постановки там, где режиссеры все-таки какой-то свой сюжет вплетали. Удивят зрителей и технические возможности спектакля. Впервые на сцене театра будет использован видеомейпинг. Анимацию специально создают студенты до ВФУ. Кроме этого, в постановке будет и игра теней. А до большинства актеров маски, что тоже новый опыт для театра. Алису сыграет Анна Пхиденко. Для нее это первая главная роль на сцене театра молодежи. Я цепляюсь сейчас больше за смыслом. Мы же еще в процессе познания. И Лидия Михайловна нам говорит вектор правильный по мысли и чувству общего спектакля. И я стараюсь его в себе сохранять. И его в себе помнить. Вот основной смысл. И не сходить с него на свой личный. Волшебство перевоплощения, фантазия постановщиков, новые костюмы и декорации удивят всех. Спектакль фэнтези для любого зрителя, вне зависимости от возраста. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, обещают актеры и постановщики. Совершить волшебное путешествие за белым кроликом. Узнать, почему в стране чудес, легко верить в невозможности. Как спасти безумного шляпника и как вернуться домой. Зрители узнают ответы на эти вопросы совсем скоро. Премьера состоится 10 и 11 мая. Жили, были, три сестрицы. А сын, власть и пяти лет. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Спортивный чемпионат между школьниками «Служу России» прошел сегодня на базе ОМОН во Владивостоке. Проходить все этапы соревнований. Ребятам помогали бойцы отряда специального назначения. Они же стали судьями состязаний. Школьники выполняли спортивные и тактические задания. А также демонстрировали знания истории и военного устава. На чемпионате побывала наша съемочная группа. Евгений Черемухин продолжит тему. Подтянуться на руках максимальное количество раз. Проползти по Пластунске под грузовиком с пятназовцев. Перебинтовать раненого и пронести его на носилках на время. На этом чемпионате есть задания, которые на посторонний взгляд кажутся забавными. Например, прыгать на скакалке в противогазе. Но именно они самые сложные. Как по мне, на войне нету пола. И у нас идет равноправие все же. И надо участвовать. Потому что это не дело, если будут участвовать только мальчики. Военно-патриотические соревнования «Служу России» проводятся уже несколько лет. В этом году они прошли на базе спецподразделения ОМОН. Судьями соревнований также стали бойцы спецназа. Они помогали детям, когда те демонстрировали свою физическую подготовку. Патриотическим воспитанием мы занимаемся часто, много. И стараемся привлечь как можно большее число ребят. Потому что от того, как мы воспитаем подрастающие поколения сейчас, будет зависеть, каких граждан мы получим в дальнейшем. И чем больше мы занимаем детей сейчас, показывая им достойный пример, тем больше шанс того, что эти дети и в дальнейшем станут достойными гражданами нашего общества. Готовиться к финальному этапу соревнований школьники начали с февраля этого года. За два месяца они должны были подтянуть физическую подготовку и знания военной теории. Например, во время чемпионата они должны были продемонстрировать знания военного устава и отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне. Для меня это очень важно, потому что я говорю, что я живу в России. И мне очень нравится побывать на таких мероприятиях. Мы уже прошли финал, и мы будем бороться за победу до последнего. В финал вышли девять команд из разных школ Владивостока. Первое место завоевала школа номер 61. Но, по словам самих ребят, для них соревнования не закончились заветным кубком. И уже совсем скоро они начнут готовиться к следующему чемпионату в служу России. Евгений Черемыхин, Светлана Садовая, Сергей Тулатеев. Новости на восьмом. И в продолжении спортивной темы. Приморские кудоисты выиграли командный кубок на первенство России. Приморские спортсменки стали призерами европейского первенства по сумо. Владивостокский спортсмен стал чемпионом России по фридайвингу среди юношей. Подробнее расскажет Дмитрий Беломестнов. Триумфально выступили приморские кудоисты на 26-м первенстве России по кудо. В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов со всей страны. Сборную Приморья представляли спортсмены из Владивостока, Уссурийской и Находки. По результатам турнира приморцы выиграли 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. А также кубок за первое командное место. Ежегодное первенство страны проходило среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Приморским спортсменам пришлось противостоять сильнейшим соперникам. Победителям отборочных соревнований в своих регионах и округах. Две медали выиграли спортсменки из Приморья на чемпионате и первенстве Европы по сумо в эстонском Таллине. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 14 стран. Спортсменке из Артема Яни Свершовой удалось завоевать серебряную медаль на первенстве Европы по сумо среди юниорок. На чемпионате Европы спортсменка из Владивостока Оксана Лукьянчук стала бронзовым призером. Отметим, сборная России по сумо одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 68 медалей различного достоинства. Владимир Литвинов выиграл три золотые медали открытого детско-юношеского чемпионата России по фридайвингу. 15-летний Приморец одержал победу во всех дисциплинах в своей возрастной категории. Ныряние в классических ластах, ныряние в моноласте, ныряние без ласт. Всероссийские соревнования объединили около трех десятков юных фридайверов в возрасте от 4 до 15 лет. Дмитрий Беломестов, новости спорта на Восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Северокорейский лидер на русском острове Ким Чен Ын прибыл в Приморье на бронепоезде. 70 километров ремонта. Во Владивостоке подрядчики приступают к полной замене покрытия, установке бордюрных камней и восстановлению тротуаров. Обратная связь. Игорь Пушкарев получает слова поддержки от дальневосточников в социальных сетях. Согласно изменениям в законе о соцподдержке, региональный маткапитал теперь можно расходовать с момента рождения ребенка. Спектакль фэнтези в Театре молодежи. Знаменитую историю Льюса Кэрролла представят на сцене в новом ключе. Служат России. Спортивный чемпионат школьников прошел сегодня на базе ОМОН во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы сможете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Циклон, смещающийся над Кореей, пройдет по южной половине Японского моря. Поэтому существенных осадков в Приморье он не вызовет, обещают приморские синоптики. А вот по народному календарю 24 апреля Антип-Водогон. Считалось, что в этот день половодие находится на самом пике. Льдин к этому времени почти не оставалось. В Приморье, к слову, даже северные реки очистились от льда. А приток талых вод не вызвал опасных гидрологических явлений. Считалось также, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги. И вот в Приморском сафари-парке медведи это, можно сказать, подтвердили, устроив игры в воде. На апрельские забавы зверей смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Я вам желаю отличного дня и до скорой встречи. С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом.